Столица Евросоюза сегодня в распоряжении велосипедистов. В Брюсселе на один день запретили проезд автомобилей. Это ежегодная традиция. Зачем европейцам двухколесный транспорт? Расскажет Елена Абрамович. Рю-де-ла-Луа. Главная улица в сердце Евроквартала. Сегодня во власти велосипедистов. Как и все другие дороги города. Для многих день без машин. Это любимый праздник. Прокатиться с ветерком на скейте, самокате или велосипеде выбирается из дому не только жители Брюсселя. Сюда съезжается из соседних городков и даже стран. Я из города, находящегося недалеко от Брюсселя. Приехал специально. Это весело. Все улыбаются. Мы из Португалии. Мне лучше, когда машин нет. В некоторых городах нет условий для передвижения на инвалидных колясках. И поэтому без машины сложно. А здесь хорошо. В мире подобные акции впервые стали организовывать еще во времена нефтяного кризиса в 70-х годах. В Брюсселе днем без машин объявляют одно из воскресенья сентября. На протяжении уже 16 лет. Главная идея – пропаганда экологических способов передвижения. На бестопливном или общественном транспорте. Без машин лучше. Можно наслаждаться городом. Нет машин, нет загрязнения. Это прекрасно. Общественный транспорт в эти дни бесплатный. На дорогу также разрешено выезжать полиции, скорой помощи, таксистам и тем водителям, которые получили разрешение заранее. По особым причинам. Ограничение скорости для всех 30 км в час. Очень утомительно. Нужно постоянно следить за дорогой. Везде велосипедисты, ролики, коляски. На велосипеде сегодня ездил и министр транспорта Брюсселя Паскаль Смет. Говорит, присаживается на двухколесный транспорт довольно часто. Я не против машин, сам часто вожу автомобиль. Но ездить на нем всегда нет необходимости, особенно на короткие дистанции. И мне нравится, что новое поколение мыслит так же. Люди задумались о загрязнении воздуха, стараются быть более ответственными. Условий для ведения более экологического образа жизни в городе становится все больше. Велосипедные дорожки постоянно расширяют и открывают новые точки велопроката. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.